Добрый вечер. Мы, как всегда, с молитвой с вами приступаем к изучению Торы, в данном случае Мгелат Эстер, Свитка Эстер. И у нас сегодня несколько тем самых разных, разнообразных. Прежде всего, хотелось бы соотнестись с Галахой, может быть, на Пурим так затронуть хотя бы немножко, с Галахой, с обычаями. Мы знаем, что на Пурим есть обычай переодеваться. И здесь намек совершенно очевиден. Естественно, что многие сравнивают это с фестивалями, маскарадами, с изгнанием духов и так далее. Все это может быть, но это все очень далеко от нас. Это только такое внешнее, может быть, соотношение с чужими обычаями. Для нас переодевание – это намек на скрытие лица. На скрытие лица Всевышнего. На скрытие лица Всевышнего мы говорим, что оно происходит в Галуте. И мы понимаем, что Всевышний всегда с нами. И все, что, если так можно сказать, все, что происходит с нами, все отображается на Всевышнем. Скажем, это такая образная посылка, не нужно понимать буквально. Но мы помним с вами, что когда Маше первый раз говорит со Всевышним, Всевышний открывается ему из горячего куста. И Медрашим, самых разных сторон, говорят о том, что когда еврейский народ высох, как куст и сок, там нет ни капли, ничего живого в смысле знаний, в смысле молитвы, соотношения с заказом. И он находится в тяжелом положении, в знаниях Всевышний все равно с ним. То есть мы как куст сухой, который горит, и Всевышний как куст сухой, который горит. Вот так же и в этом плане, когда говорится о скрытии лица, Всевышний скрывает свое лицо. Но наши лица, к великому сожалению, наши лица тоже, к великому сожалению, скрываются. То есть мы перестаем быть похожи сами на себя. И наше поведение, наши реакции, наше мировосприятие становится менее похожим на то, что называется «схутавод» – заслуга отцов. То есть те качества, которые передаются от отцов, Абраама, Исхага, Якова, они фактически неистребимы. Естественно, что они не уходят, но они скрываются. И это напоминание о таком тяжелом последствии Галута, скрытии лица Всевышнего, которое, если так можно сказать, приводит к скрытию нашего лица. Или наоборот, когда мы скрываем свое лицо, то происходит скрытие лица Всевышнего. Другой – это, как мы понимаем, это не Галаха переодевание, это обычай. А вот обязанность послать кому-то съестные припасы для Сиуды, для праздничной Сиуды на Пурим, эта обязанность является Галахой. Мы понимаем, что лучше послать два подарка моим друзьям, но достаточно им послать один подарок, состоящий из лесных припасов, одному своему другу из Культу Корцу. Лучше, опять же, из двух видов послать своему другу. А в чем смысл этого обычая? Он остался как бы за кадром, его не объясняют. Мы знаем проблему Гелатестер, что это дело такое, мы скажем, военное. Это наша победа, победа над силами, которые берут свою корень у Амалека. И поэтому никак-то не очень раскрыто в Гелатестер, не очень раскрыто в Гелатестер, вот это празднование Победы. А тут можно представить себе, и нужно представить себе действительно объяснение, что, представьте себе, представьте себе обычай древнего мира. Воины возвращаются с войны, войска возвращаются с войны. Они идут из долгого тяжелого похода, и далеко не всегда у них есть запасы воды и запасы еды. Поэтому воинов выходили встречать с едой, с водой, то, что им необходимо на самое первое время. И здесь намек на нашу победу, на то, что мы вышли на войну, и каждый и каждый сражался. И вот поэтому есть, как бы, обязанность встречать возвращающегося с войны с минимальными, как бы, такими съестными, минимальными съестными припасами. Есть другая обязанность тоже, которая является Галахой Курима, это Мотанотли и Вьюнин. Как мы знаем, что нужно помочь, нужно помочь бедному, это Галаха, то есть, когда дают не только подарок, съестной подарок, но и какую-то сумму, которая может помочь человеку, либо на первое время, либо устроить настоящую праздничную трапезу в Курим, но и Мотанотли и Вьюнин, подарки бедным, это подчеркивает милость Всевышнего. То есть, когда Всевышний проявил милость, то, естественно, и у нас в душе должна также пробудиться милость. И не только пробудиться милость по отношению к своим ближним. И поэтому Курим, отмеченный такой колоссальной милостью Всевышнего, таким чудом спасения, он требует от нас реакции, ответной реакции требует милости. Это еще один омычий. Теперь есть в Гелат-Эстер, как вы знаете, есть обязанность читать Гелат-Эстер. Как мы с вами знаем, Свиток-Эстер вечером и утром, желательно в стечении большого народа, в Гемаре Мелат-Эстер описывается, что когены даже оставляли свою работу, откладывали свою работу на более позднее время, для того, чтобы пойти и слушать Мелат-Эстер, чтение Свиток-Эстер вместе с другими, хотя каждый может прочитать сам. Естественно, человек может взять Свиток-Эстер, Свиток-Эстер должен быть написан по правилам, похожим на тем, которые пишутся Тора внешне. Он вообще как бы его напоминает, запись напоминает Тору. Есть определенный голоход, который, естественно, отличается от записи Торы. Но если у человека есть Свиток-Эстер, он может прочесть его сам, если он знает, как читается, если он может прочитать правильно огласовки, даже знаки контиляции, он не обязан читать, не обязан знать, достаточно прочитать просто с правильными огласовками. Вот он уже исполняет свою обязанность вечером и утром. Утром читается основное чтение, и достаточно, как мы понимаем, слышать, когда читает другой. Но, опять же, мы говорим о том, что лучшее битва, более сильное, это слушать вместе с другими в собрании народа. Чтение, опять же, должно быть обязательно по Свитку. Мы в Синагоге видим с вами, как многие люди следят за чтением по Свитку, и у многих есть Свиток хранится дома, они приносят его к Синагогу, когда другой читает, сами они не читают, они не следят за чему-то нужно. Если человек должен услышать каждое слово Свитки истер, и если человек что-то пропустил, то он может догнать, как бы прочитать несколько предложений сам, и одно предложение, несколько предложений можно прочитать сам, тогда он может читать по Свитку, он может почитать по Свитку, не по печатному изданию, и вот поэтому люди приходят со Свитками к Синагогу, слушая чтение, чтение Амгелат истер. Да, вот мы понимаем, что Амгелат истер, чтение Свитка, это прославление имени Всевышнего. И здесь неоднократно, конечно, спрашивают, почему мы в праздничный день, когда было для нас сделано чудо спасения, мы не читаем Алель, не читаем хвалебные песни Всевышнего. И объяснение здесь такое, что у Свитки истер ни разу не упоминается имя Всевышнего, и как бы характер благодарности нам напоминает о характере чудо. Чудо произошло из скрытия лица, когда Всевышний не проявился явно, явно не поразил врагов, а события сложились таким образом, что пришло спасение, или нам была дана возможность спастись, нам дана была возможность действовать так, что это привело к нашему спасению. Но в любом случае ни море не раступилось, ни камни не падали на голову нашим врагам. Все происходило из, как бы, из скрытия лица. При скрытии лица происходило чудо. И характер благодарности Всевышнему, он такой же. Мы читаем свиток истер, которым ни разу не упоминается имя Всевышнего. Мы не произносим без благодарности Всевышнему, но мы веселимся и радуемся чуду спасения. То есть характера благодарности мы напоминаем о характере чудо, скрытие, полное скрытие. И мы не говорим, не говорим, может быть, единственный праздник такого рода, особенно в отличие от Хануки, когда мы не произносим, в Валерии, хвалебную песню Всевышнего. Верия, по поводу... Можно вопрос, Равзеев? Да, пожалуйста, да-да. По поводу чтения, обязанности чтения Магелла Тестер. Есть ли это аналогия, что это, по сути дела, мы, как бы, принимаем новый союз Торы? Как Эзра пришел, и читал, и все плакали, и это было, как принятие Торы, заново. Разве этой аналогии нет? Это замечательный вопрос, но представляется, что... Представляется, что... Я бы сказал так, да, что Магелла Тестер – это все-таки не принятие Торы, да, это благодарность Всевышнему за... благодарность Всевышнему за спасение, да. Вот, так же, как, скажем, аллель в празднике – это не принятие Торы, это благодарность Всевышнему за спасение. Я бы сказал, что Магелла Тестер – это благодарность за спасение, напоминание о чуде, да. А принятие Торы, принятие Торы, оно... даже трудно сказать, где оно отмечено конкретно, да. Вот у Эзры конкретно сказано. Конкретно. У Эзры сказано, да. Конкретно. Разве не так? У Эзры – да. Мы же понимаем с вами, что есть некоторые разные отношения к тому, что произошло в Бавиле, и тому, что происходило в Израиле. Эзра собирает народ в Израиле, принимают Тору совершенно явно, клянутся исполнять ее закон, думают не только о себе, думают о тех, кто остался в Бавиле, остался в Бавилоне, да. Вот. И для Талмуда и Рушаби это и есть открытое принятие, открытое принятие Торы, да. Вот. Звучит ли оно Магелла Тестер? Думаю, что нет, да. Вот. В принципе, я, как бы, может быть, попробую подумать над этим вопросом, да. Но мне не видится, что Магелла Тестер бы непосредственно было отражено принятие Торы. Да, я понял, Равзи. И еще насчет Галеля. Мы всегда говорим, что Пурим, он не до конца реализован. Может быть, поэтому мы Галеля не читаем, что не было Алии до конца, а не было полной геулы, которая могла бы быть. Поэтому и не читается Галеля. Можно так тоже объяснить? Опять же, я бы не сказал, насколько мне представляется, да. Я бы не сказал так. Почему? Потому что, если было чудо Всевышнего, надо было бы дарить за чудо, да. Реализовали мы его, не реализовали, поняли мы, не поняли, да. Он нас спас, спас весь народ. Конечно, надо было бы говорить Галель, да. И почему не стали говорить Галель? Здесь единственная мысль, чтобы сделать благодарность Всевышнему, сделать благодарность Всевышнему, похожей на чудо, отобразить чудо. Так же, как в Хануку, мы стараемся, то, что мы делаем, зажигая минору, скажем, да, мы стараемся отобразить то чудо, которое произошло в Песах, когда мы едим Мацу, да. Мы стараемся отобразить то чудо, внести какие-то его элементы, чудо-исходы из Египта, привнести в праздник. Вот. И то же самое, то же самое и со свитком Истер. То есть всегда есть обязанность почувствовать себя, почувствовать себя в той ситуации, в которой находились люди. Как мы в Песах с вами говорим, да, должен человек видеть себя вышедшим из Египта, это относится, в общем-то, и ко всем остальным праздникам, да, как бы из Песаха, это можно распространить на все остальные праздники. В Хануку нужно почувствовать себя осветившим храм в период Хашманаев, да, почувствовавшим тот великий свет, который раскрылся для сыновей Израиля. В Пурин нужно почувствовать себя, да, в вскрытии лица, в полном вскрытии лица, да, и в то же время и одновременно, как бы парадоксально, вместе со Всевышним, который сотворил для тебя чудо. Представляется, что специально Мордехай и Истер, Мордехай, который записывал свиток Истер, как пророк, представляется, что он не записал, и как пророк, мы знаем, что пророк, он как бы часто пророчество и характер человека, или то, что он делает, как бы накладывается вместе. То есть можно сказать, что, сказать так, что Мордехай специально не записал имя Всевышнего свитки Истер, да, для того, чтобы сделать благодарность Всевышнему и чтение этого свитка, сделать похожим на чудо. Имя Всевышнего, Всевышний скрылся, и мы не упоминаем имя Всевышнего, и тем не менее мы знаем, что он с нами, и благодарим его. Представляется, что такой вот как бы характер благодарности в Пуре, опять же, как есть особый характер благодарности Всевышнему в Песах, когда мы идем в Отцу, в Хануку, когда мы зажигаем Хануку, и вот так же и в Пуре, когда мы празднуем чудо, да, и как бы не упоминаем об этом чуде совершенно. То есть не упоминаем имя Всевышнего, не упоминаем его присутствие на прямом. Радзи, скажите просто, а могу я благодарить за будущее чудо, за будущую полную геулу, которая наступит? Это можно, вот как кавана такая, или это вот не совсем правильно? Мне это напоминает, мне то, что вы говорите, мне напоминает, во-первых, мы знаем, что ожидать будущего геулу совершенно необходимо, да, в трактате Сангидрин, если я не ошибаюсь, говорится, что человек, когда приходит в будущий мир, да, первый вопрос его, который ему задают, цепит, на геула, ты ожидал спасения, да, ты ожидал спасения, вот, не нужно, что все жили за 120 лет, не нужно ждать этого момента, когда тебя спросят на небесах, нужно жить с этим чувством, да, желания, ощущения, ожидания, ожидания будущей геулы. Маорал говорит, что, Маорал говорит о том, что предмет находится там, где куда он движется, как мы с вами говорили, а человек там, где он хочет быть, да, и когда человек, когда человек ожидает геулы, будущего спасения, то этот свет достигает, достигает его. Также мы это учим из 9-го Аба, когда говорится, что тот, кто ощущает недостаток храма, тот, кто действительно хочет, желая всей душой, чтобы он был построен, свет храма, будущий свет храма достигает его. Так что это не только, как бы, можно ли, да, я думаю, что ответ здесь, это совершенно необходимо, жить с этим чувством, ощущением, ожиданием исправного мира геула, это не только освобождение, как бы, от, не только освобождение от зависимости от других народов, да, это, в общем-то, освобождение, наверное, ну, если так, грубо говоря, от всех проблем, да, как говорил Иуда Алиби, да, ото всех моих тревог исцели меня, мой Бог. Он видел исцеление, как исцеление, не только физическое, среднеморальное, когда человек перестает бояться, когда его сердце остается местом только для любви, тяга ко Всевышнему. Вот геула примерно то же самое, да, что у человека, у человека пропадают проблемы, остается место только для любви, для тяги ко Всевышнему. И Рабио Ханан, да, вот то, что мне напомнила ваша посылка, напомнило то, что сказал Рабио Ханан. Рабио Ханан считал, да, что обязанность «Ли смох геула ле геула литфила». Благословение, благословение, благословение Всевышний, избавивший Израиль, необходимо соединить, то есть не делать перерыва между благословением Всевышний, избавивший Израиль, присоединить его к молитве, то есть присоединить его к 18 благословениям, не делать никакого перерыва. Это колоссальная идея. То есть мы приходим к 18 благословениям, которых мы просим о будущем, о будущем избавлении, о раскрытии, чтобы Всевышний дал нам увидеть его возвращение в Цион, и о построении Иерушалаема, и о собирании рассеянных. То есть наше Шмуна-Истре, 18 благословение, оно все направлено на будущее, на будущее Геулу, на будущее спасения. Раби Ханан говорит, необходимо прошлое, прошлое Геулу, прошлое избавление, избавление из Египта в своих мыслях, в своей душе, в молитве соединить с будущим избавлением. То есть он имеет в виду, что ощущение твое, будущего, избавление, оно должно быть так же реально, как для тебя ощущение прошлого избавления из Египта, чтобы у тебя не было нигде никакой остановки в голове, не было никакого момента рабства, не было никакого момента, когда ты заплудился. Ты от прошлого избавления, ты сразу делаешь шаг в будущее избавление, ты их соединяешь вместе, ты нигде не останавливаешься по дороге. Так что ваш вопрос, ответ на ваш вопрос не только можно, но и нужно. Я смею заметить маленькую, это у меня одна знакомая в Иерусалиме. Так она в гардеробной, она специально купила саперскую лопатку и сказала, вот как только начнут строить храмы, у меня уже лопатка есть. Я сразу побегу, мне 15 минут до котеля идти. У меня уже саперская лопатка есть. Замечательно. Теперь, экран вы мой видите? Нет, я сделал разделение экрана, сделал? Нет, не видите? Нет, нет. Не видите? Секунду. 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 История вам, хорошо известная история. Самая проблематичная заповедь, Шулханаров пишет о том, что это заповедь в курин, выпить до тех пор, пока человек не различает между благословенным рбеха и проклятым ан. И Мишнабрура там пишет, что можно лечь поспать на полчаса. Другие, по-ским, пишут, что не нужно напиваться, нужно выпить чуть больше. Это превратилось для нас в большую проблему. И каждый год в Израиле целый ряд рабинов обращаются к тому, чтобы не пили в курин. Не пили в курин, не напивались ни в коем случае в курин. Если сейчас начать устанавливать размеры, то мы понимаем, что эти размеры очень трудно установить. Люди воспринимают так, либо есть заповедь, либо нет заповеди. Если есть заповедь, то ее нужно уже исполнить как следует, как говорят, сделать по максимуму. Поэтому рабины обращаются просто с призывом не пить в курин. Мы понимаем, что мы с этим делом как-то запутались очень сильно. Вся проблема в том, что следовало бы читать Гемару в Мгелат-Эстер на седьмом лице. На седьмом листе следовало бы читать так, что человек обязан... Сейчас я попробую на иврите поднять. Сказал Рава, должен человек напиться в курин так, чтобы не различать между проклят Аман и благословен Мордыхай. Гемару нужно было бы читать так. Не один этот отрывок, а нужно было бы читать и ту историю, которая приводится дальше. Рава и Рава Зейра сделали Силду в Пурим, устроили Силду в Пурим друг с другом. И как следует выпили. Встал Рава и убил Рава Зейра. Я знаю, что эта история хорошо известна. Мы еще раз все-таки с ней соотнесемся. И на завтра Рава просил милости у Всевышнего, и Рава Зейра воскрес. Стал к жизни. На следующий год Рава предложил Рава Зейра также устроить в Пурим месте. На что сказал ему Рава Зейра. Не всякий раз происходят чудеса и не пришел. Во-первых, гемару нужно читать с вопросом. Должен ли человек напиваться в Пурим так, чтобы не различать между проклят Аман и благословен Мордыхай? Нужно ли доходить до такого состояния, что ты не можешь понять, что ты не можешь разобрать? Вот, посмотри, что бывает на свете. Люди, большие мудрецы выбили вместе, и получилось так, что Рава, конечно, он его убил. Не совсем он убил его. Может быть, он его обидел просто так смертельно, что у Рави Зейра побелело лицо. Это как бы с точки зрения духовной приравнивается к убийству. На следующее утро он изменился. Все это может быть. Но, тем не менее, вот мы тебе рассказываем историю, когда формально люди выпили столько, что Рава убил Рави Зейра. Нужно ли напиваться таким образом? Теперь, какой смысл придается этой заповеди? Рав Худнер, например, пишет, что мы, как мы с вами говорили, мы стараемся отразить как бы то, что происходит с нами, то происходит на небесах. И вот Всевышний говорит, что будущий день, будущий день спасения, мое сердце даже не открыло моим устам. То есть, я как бы сам не знаю, как это будет, как это произойдет. То есть, настолько большая тайна, настолько великая тайна, что когда придет спасение, как оно придет, каким образом придет, через кого оно придет. Это величайшая тайна, как говорится в трактате Сангедрин, либо липуми логалии. Мое сердце моим устам не открыло. То есть, Всевышний говорит, у меня есть это на сердце, но я ничего такого не сказал. То есть, не начал никакие процессы в мире, которые приведут непосредственно к будущему избавлению. Это будет мгновенно. Вот Раф Худнер говорит, что вот эта заповедь, она отражает такое вот состояние, когда и сердце, и уста, они разорваны. Мне, я очень уважаю Раф Худнер, уважаю, думал он сказать, это величайший мудрец, философ и так далее. Но позвольте здесь не согласиться все-таки. Вот если сердце не, если Всевышний не сказал, если Всевышний на сердце где-то глубоко, настолько глубоко, что он не приоткрыл это в мире, как бы сам еще ничего не сказал, это не значит, что мы должны набиваться. И мы из мудрецов, которые принимают здесь участие, в этом рассказе мы можем увидеть сильное противоречие между мудрецами Бабилона и мудрецами земли Израиля, как относиться к Пуриму. Раби Зейра, он учился у Раф Иуда, как мы, может быть, с вами говорили, Раф Иуда, который считал, что нужно оставаться в Бабиле, в Бабилоне, и нельзя подниматься в землю Израиля. А Раба и Раби Зейра ушел от Раф Иуда. Он встал, поднялся, ушел в землю Израиля и учился у Раби Ханану. Раба продолжал учиться у Раф Иуда, и он на короткое время пришел в Израиль, пришел к Раби Ханану для того, чтобы понять школу этого великого мудреца, научиться у него Тори. И здесь они, видимо, пересеклись. И мы видим, что Раби Зейра изначально не собирался приходить и праздновать Пурим вместе с Рабом, потому что у них совершенно разное отношение к Пуриму. Для Раба Пурим, как мы видим, это нечто, это спасение, которое непонятно откуда пришло. Оно пришло из состояния скрытия лица. И поэтому есть обязанность выпить в Пурим, когда мы ничего не понимаем, ничего не разбираем, не понимаем, как это случилось, как это произошло. Для Раба нет. Для Раба Пурим – это совсем другое. Для Раба – это Пурим, это обязанность встать, подняться и прийти к землю Израиля. Не вспоминать все время о том, что мы спаслись в Галуте, в состоянии скрытия лица. А воспринять Пурим, как возможность подняться, прийти в землю Израиля. Мы с вами говорили неоднократно, что через два года после событий Пурима Пашпироша умирает. На престол поднимается сын Эстер, Дарий II. И есть возможность, еще одна возможность совершить Илью, подняться в землю Израиля. Для Раби Зейра это главное. Это главное. Причем здесь пить? Причем здесь не разбирать между одним и другим? Это восприятие в Галуте. А в земле Израиля есть раскрытие лица, полное раскрытие лица. Я знаю, что произошло, я знаю, почему произошло, я знаю, зачем произошло, я знаю, что дальше было. И мою обязанность, вытекающую из этих событий, встать, подняться и прийти в землю Израиля. Это моя позиция. Он пришел, как мы понимаем, пил вместе с Раба, и потом очень огорчился, что он пил вместе с ним. Огорчился, настолько горько ему было, как говорят, до смерти. Это то, что касается этой заповеди. Я вам предложил его просто воспринимать, как исходить из альтернативного, я бы сказал, правильного прочтения Гемара. Разве можно напиваться, когда человек, когда это приводит к тому, что один человек может убить другого. То есть это Гемару следовало учитать с вопроса. Вот таким образом мы как-то соприкоснулись с вами с обычаями Галахой. Равзиев, можно сказать, что эта заповедь, она как бы вполне возможна, когда большинство евреев жили в Галуте. А в Элице Исраэль, она потеряла саму ценность. То есть из этой Агады представляется, так как вы сказали, человек, который стремится в Израиле. Он стремится к раскрытию лица. И чем отличается земля из Израиля? Она отличается ясностью и понятностью в том, что происходит. Ведь скрытие лица – это как раз есть и невозможность понять, невозможность связать события, невозможность сделать выводы. В земле Израиля, там, где есть любовь ко Всевышнему, не трепет, не страх перед неопределенностью, а есть любовь ко Всевышнему, есть ясность также и в том, что происходит. И Равзиев ни в коем случае не хочет вспоминать это со стороны скрытия. И, может быть, вы правы, что, скажем, это восприятие, которое было в Галуте. Но то, что я хочу сказать, что и во время Галута, во время Галута, возможно, другое восприятие. Другое восприятие, как у Рави Зейра, который любит землю Израиля. И оно, это восприятие связано с тем, что не нужно сидеть в этом Галуте, надо встать, подняться и прийти. Не нужно говорить, что ничего не ясно, ничего не понятно. Слава Богу, Всевышнего, что он нас спас, но мы не знаем, мы не можем разобрать между Кроклят, Аман и Благословен Бурдыхай. То есть мы не можем понять, почему это произошло. В чем проклятие Амана? Понятно, в чем проклятие Амана? В том, что мы не встали, не поднялись, не пришли в период Корыша, в землю Израиля, в этом проклятие Амана. В чем благословение Мурдыхая? В том, что он не захотел склониться перед Аманом, принять его власть. И напомнил о достоинстве народа. То, что он поступил так же, как Ханане, Мишель, Азаре, которые не хотели склониться перед статуей Новокудненцара и признать вечную власть Новокудненцара. В этом благословение Мурдыхая. В этом благословение Мурдыхая. И поэтому Раби Зеев не хочет принимать эту позицию, не различать между проклятием Амана и благословением Мурдыхая. То есть не знать ничего, ни что, за что, почему, и как, и через кого пришло спасение, и почему оно пришло. Это понятно, Раби Зеев. Я хочу актуализировать. Все время претензия актуализировать эту заповедь. И просто смотрите, мы тоже приходим в Эр-Цисраэль, и все равно, как спящие, как под наркозом, мы переносим Галут на Эр-Цисраэль, называем красивыми словами, Мицраем Дегдуша, и объявляем пятым Галутом, и говорим Галутс, Галутс. Вот, не видим этого перехода. Так может и надо напиться, и встряхнуть, и пробудиться от сна. Может быть, это как раз и хорошая заповедь, напиться так, чтобы пробудиться от этого Галута. Ну, не знаю, понимаете, я указывать вам не могу, тем более в том месте, где есть шуха на рух, хотя понятно, что далеко не все, что есть шуха на рухе, на сегодняшний день непосредственно входит в Галаху. И то, что касается изучения Торы, и то, что касается обучения женщин Торе, это не является сегодня непосредственно Галутой. Также я вам не могу указывать, но мне кажется, что это совершенно, совершенно, совершенно не нужная вещь сегодня, как идея. Как идея. Если пробуждаться, надо пробуждаться. Пробуждаться надо с ясной головой, с трезвой головой, очнуться от сна, от неясных мыслей, и поэтому, мне кажется, нужно было заповедь отложить просто в сторону и опять же читать Гемару с вопросом, нужно ли так напиваться в Галуте. Спасибо. Вот, теперь, это то, что касается Галахот Пурима. То есть мы с вами представили, что Гелат Эстер – это благодарность Вишнему, как бы таким же характером, как и было чудо, в том же характере, в том же плане, в котором произошло чудо, и скрытие лица. Подарки – это встреча тех, кто вернулся с войны, с победой, и подарки бедным – это подчеркивание милости в этот день, когда Всевышний к нам проявил огромную милость. Вот, скажем, да. И здесь, теперь, несколько другой момент. Я начал Галахот, я думал, что мы их сейчас быстро с вами перечислим, мы их характеризуем и пойдем дальше. Не получилось. Как всегда, скажем, оказывается, несколько сложнее, чем я предполагал. Теперь, и поэтому, теперь то, что я с вами хотел обсудить. Маорал, свою книгу, в которой он разбирает святок эстер, он назвал «Орхадаш» – «Новый свет». И мы понимаем, что здесь речь идет и о том свете, который так или иначе блеснул в Бабеле о Торе, как о свете, когда она начала восприниматься как свет. Но есть еще один момент такой, который можно себе представить. мы, скажем, вот, Мордехай, эстер, ее имя Адас, и это Мирта, да, но мудрецы связывают это название Мирта Адас с именем Хесет, да, Хесет то, что напоминает об, то, что напоминает о милости Всевышнего, то есть Адас, Хесет, эстер, это имя напоминает о имени Всевышнего, и ее, как бы, официальное имя это эстер, но имя, которое скрыто, это Адас, это милость, да, вот, теперь Мордехай, наши мудрецы говорят так, да, наши мудрецы говорят так, что в Гилат истер, да, говорят, откуда Мордехай из Торы, и говорят, что в Торе есть намек на Мордехая, это одно из воскурений, одно из составов воскурений, которые приносили в храме священники каждое, в Кавене каждое утро и каждый вечер, а первосвященник приносил в Йом-Кипур святая святых, да, он называется Мар-Дрор, да, и тут Мордехай вспоминает, что Мар-Дрор на арамейском переводится как переводится на арамейском как Мар-Дыкая, да, Мар-Дыкая говорит, вот Мар-Дрор один из составов воскурения, да, это как раз намекает на Мордехая, как мы можем понять себе, как мы можем представить себе о чем идет речь, во-первых, мы видим, что мудрецы связывают как бы уровень гелат истер, они связывают с храмом и даже со святая святых, там, где приносились воскурения, то есть Мар-Дыхай истер, они как бы поднимаются до уровня святая святых, да, если ханука, это уровень святого помещения, где стояла Минура, то Мар-Дыхай истер поднимаются до уровня святая святых, в каком смысле, да, в каком смысле, как мы можем себе это представить, да, святая святых, это, святая святых стоит ковчег завета, в котором лежат скрижали завета, и в котором лежит Тора, написанная рукой Маше, и на крышке ковчега стоят два ангела, которые смотрят друг на друга, смотрят друг на друга с любовью. Агада рассказывает о том, что когда первосвященник заходил святая святых в Йон-Кипур, он иногда видел, что ангелы смотрят друг на друга, а иногда он видел, что они смотрят не смотрят на крышку. То есть было ли так на самом деле, или это было ощущение первосвященника, или это действительно было какое-то пророческое отображение при его взгляде на ковчег, его ощущение отношения, так сказать, между ангелами. В любом случае мы понимаем, что ангелы это символ, символ любви, и в основе этой любви лежит Тора, Слово Всевышнего, Слово Всевышнего, высокая духовность, и вот как бы из этой высокой духовности первое ее раскрытие в мире, самое сильное, самое существенное и сущностное, это любовь, символом которой являются эти ангелы. Так что Истера, Мордыхай, они похожи на ангелов, которые стоят на крышке ковчега и смотрят друг на друга с любовью, символизируя любовь и любовь Всевышнего к народу. Они и никто другой, они, как можно понять из этого намека, мы орала, именно они удержали или даже позволили восстановиться союзу любви между Всевышним и народом Израиля. Та любовь, которая начала разрушаться, любовь, которая начала исчезать, они ее вернули. Истер, Мордыхай, Истер. Как вернули? Прежде всего вернули по жертву собственной любовью и эта жертва как бы была великой, огромной и сильной сама по себе и оказала влияние на весь мир. И второе, то, что можно сказать, что союз любви между сыновьями Израиля и Всевышним, именно союз любви, он невозможен, невозможен без земли Израиля и невозможен без храма. Это все как бы объединяется в одно единое цель. Так что Мордыхай, Истер сами по себе символы морал связывает их как образ ковчега Завета и любовь прежде всего раскрывается через храм и через землю Израиля и невозможно невозможно без них. Если что-то хочешь спросить, пожалуйста, и по просьбе Натали, я дальше попробую разобрать хотя бы несколько букв из нашего прошлого занятия. Буква это дело такое непростое. Я напомню, как мы вышли на это. То есть мы говорили, что дарование Торы в Бавеле или по крайней мере один из его аспектов это изменение алфавита, а изменение алфавита указывает на раскрытие новых как бы новых каналов связи души со Всевышним. Как мы с вами пытались это себе представить. И мы с вами сказали, что фактически был заново дарован алфавит, который не алфавит, а как сказать буквы, вид букв, который исчез, когда Машерасбе и Срижали в Бавеле он вернулся к сыновьям Израиля, вернулся через пророка Даниэля и впоследствии Езра переписывался Торы. Вот мы с вами пытались представить букву Ют как такую некоторую начальную точку. И потом мы с вами говорили, что есть буква Алиб, Который выражает идею, идею диалога, если так можно сказать, двух бесконечностей стоящих друг напротив друга. И потом буква Бет, которая говорит о том, что из единого начала выходят противоположности. Дальше Гимель, который рассказывает о том, что как бы высшее начало, верхнее начало скрывается, Далит говорит о том, что скрывается вообще и верхнее и нижнее начало. И вот Далит, как мы с вами помните, мы говорили с вами о том, что оно похоже на мудреце нашей сравнивают с дверью, которая вращается. У нее есть цир, петля, вокруг которой она вращается. и образ таков, что когда мы можем представить такую дверь, как гостиница, которая очень быстро вращается, есть моменты, которые меньше мгновения, когда в этот мир проходит первозданный сперн, без которого мир не может существовать. Только что мы его не воспринимаем, потому что его всплеск, блеск похож на блеск молнии, когда глаз не видит саму молнию, а он только воспринимает аккомодацию глаза, она видит след оставленной молнией. Вот также эта вращающаяся дверь, меньше чем за мгновение, входит великая духовность в этот мир. Буква Гей говорит о том, что после того, как исчезла высшее начало, исчезло даже начало внизу, более близкое к нам, вдруг, не вдруг, наверное, а после тяжелой работы долгой, это начало появилось, появилось, возникло вновь, благодаря, скажем, такому вращению, постоянному вращению Далит, это начало, скажем, бесконечность в нашем мире, она стала более реальной, более ощутимой, она здесь находится. То есть идет такой процесс, сначала определенная цель, потом идет процесс скрытия, и постепенно начинается такой процесс, начинается процесс раскрытия, поиска, поиска утраченного, поиска утерянного. Скажем, те слова, которые я говорю, их очень трудно как бы говорить, потому что вот в трактате Хагига, во второй Мишне, там говорится так, что есть темы, которые не разбирают больше, чем с двумя учениками, есть темы, которые не разбирают больше, чем с одним учеником, а есть темы, которые не разбирают даже с одним учеником, только если он умный и может понять сам, каким образом мудрец говорит ему какие-то расши и против, какие-то основы, а человек потом понимает сам. Есть темы, которые, они, как мы с вами все время на это натыкаемся, есть темы, которые выходят за вербальный уровень, их невозможно описать словами, как же быть. Можно дать какой-то намек и человек может подумать над этим сам, представить себе сам. И, скажем, буквы, они могут служить как бы толчком для медитации, когда человек может глядываться в буквы и пытаться понять их смысл и найти в своей душе отклик на эти буквы и дальше, как бы, на таком медитативном уровне пытаться продвинуться дальше. Про рабе Акива говорится, что он из кончика ют, который из кончика ют выводил множество голохотов. Как это понять? Рабе Акива, который мы знаем, как он хотел как бы удержать свет Торы, который был, когда стоял еще храм, и передать его в последнее поколение, он как бы вот этот кончик ют, который указывает куда-то на то, что было до творения, на то, что было до материи. И он с этим кончиком ютом соотносил практическую жизнь. То есть высочайший духовный уровень он пытался внести в материальный мир. Вы понимаете, что голоха это отображение духовного мира в материальном мире, но миров духовных и бывает много. Можно взять один уровень, можно взять другой уровень, и на каждом уровне построить свое отображение в материальном мире. Рабе Акива хотелось бы сделать по максимуму, соприкоснуться с тем уровнем, который как бы непосредственно выводит на такое соприкосновение с духовным миром. И скажем, да, поэтому скажем вот те слова, которые я говорю, их это только какая-то отправная точка для того, чтобы подумать, потом поразмыслить самому, попытаться себе представить, попытаться себе представить, как в жизни работает эта буква далеки, когда не видно совершенно высшего начала, когда оно пропало. Вспомнить о том, что оно обязательно есть, что мир, он такой, материальный мир, он не как бы не сплошной, а в нем есть разрывы, через которые прорывается духовность, прорывается очень-очень незаметно, меньше, чем за мгновение, меньше, чем за то время, с которым человек вообще может соотнестись, но она прорывается, и она оставляет здесь, она оставляет здесь след, оставляет свой след, и он оказывает влияние, постепенно как бы постепенно преобразует материю, так что когда ничего не видно духовного вокруг, можно вспомнить о букве Далит, и представить себе, что постепенно из буквы Далит вырастает буква Г, когда бесконечность становится как бы частью нашего мира, частью нашей жизни, бесконечность бесконечность в нашем мире, мы с вами говорили, я напомню, с точки зрения Рабиа Шуа Венханания, который спорил с философами Афин, рассказывает в трактате Пхурот на восьмом листе, про него рассказывается, что он зачерпнул воду из того места, где воды поглощают водой, что как бы в одну каплю может вместиться целое море. И он налил эту воду в бочку и попросил греческих философов наполнить эту бочку. Они таскали-таскали воду, пока совсем не устали, бочка не наполнялась. То есть это рассказ о годы, о разном мировосприятии. С точки зрения греческой философии, как мы знаем, нету прямого непосредственного контакта с духовным миром. Нету пророчества, но не существует духовность, не входит непосредственно в непосредственно в наш мир. Для нас, для еврейских мудрецов духовность присутствует в этом мире и бесконечность присутствует в этом мире. Только каким-то может быть не таким не напрямую, но мы можем это найти и можем представить себе, скажем, да, вот. Музыку, да, особенная. Ну хорошо, всем счастливы, до свидания. Хорошей недели, до свидания. Те, кто сегодня будет еще позже участвовать, тогда еще встретимся. Ну пока. К сожалению, хеврут она в это время. Ну хорошо, да. А качество слабенькое, ничего не слышится, она не играет музыка, она в каком качестве. Я тебе пришлю линк, я тебе пришлю линк. Потому что я же знаю, как должно быть, понимаешь? Да, ну ты же через меня здесь слушаешь, нет проблем, я пришлю линк.